Ресторан Ла Кафе Де Бьюти, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна с алмазным мак, тунг, сальфы. Ну что, овсяная кашка у меня уже готова. Такие вот взяла, сейчас я положу. Чай заваливается. Плечки назад, живот втянул. Видео у меня загружается. Обратите внимание, костюмчик. Я сделала из комбинезоновку, костюмчик эротический. Овсяная кашка. Немножко маслица. Куда она делает, что-то это делается-то. Сейчас-то посмотрю, что такое с ним произошло. Видео загружалась, загружалась, что-то такое. В общем, маслица, немножко маслица. Краина. Субтитры сделал DimaTorzok. Краина. Дима. 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 Мне нужно сначала на мой канал ютуба загрузить. Или пусть сюда загружать. Видео сбросилось. Ну, такой завтрак, как в Парижах. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Добавил 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 DimaTorzok. Один наверное зуба у меня и верхняя, потом и нижняя заболела десна. В общем это наверно наверно на нервной почве. Так что тут. как подумаю 30 тысяч рублей за электричество платить надо 210 тысяч рублей а за мою квартиру вот это вот коммунальные платежи 450 и даже больше коммунальных платежей дома эвинг вот на нервную почву болит хочется на завтрак понимаете клубники черники всяких этих тренису конфет рафаэлла органик кофе приходится кушать кашу овсяную так что вот мы поспала я мало я обычно привыкла спать по 10 8 8 9 часов 5 часов я вчера 5 часов спала сегодня 5 часов 5 часов до меня в принципе маловато мы закрываем родительский костюм сделаем такой родительский костюм так что мы красиво принципе отдела такая супер-супер думаю там сейчас чтение знаете нужно читать мало того что не выспалась хочется вкусностей не выспалась вижу зуб болит таблетку от рамона приняла себя бы отдыхать так что вот поспать еще надо хотя феерически знаете так а костюмчик из этого из комбинезончиков сделала костюмчик как феерически только о феерии только обе айпи говорит а душ может душ на принять душ принять и вообще заболевание лечу закаливаю закаливаю на зубы тоже закаливаю полечить что закручивать видео нет еще закружаем а лето хочется эти пожитых ремонт и очень комплимент как там в школе очарования там запишет давайте подпитывать друг друга такими она там позитив понимаете и ждет чтобы есть что-нибудь такое а милая очень хорошим писали что видео нравится что смотрит на эти вкусные энергии граны сказал давайте подпитывать друг друга вкусной энергии то есть такой взаимообмен так чтобы взаимообмен любовью того же ждет и наталья правдина и светлана и римакова это понимаем как там говорил наталья правдина что ее поздравлять начали с ее днем рождением даже заранее вся в комплиментах в цветах подарков шикарном отеле в турции так что вы я же вам писала что какие что мне написали дорогие мои телезрители в мой день рождения 20 июня был день рождения полных 49 лет у меня всего понравили двое чтобы это василий димитрий из всех из всех даже никто не написал что нам на ваши видео нравится мы смотрим вашу студию позитивного мышления силы позитивной мысли не то чтобы пожелать любви добра процветания вообще ничего так что заниматься нужно самой как товар книжка луиза хей подходить к зеркалу и говорит я люблю тебя родная я люблю тебя дорогая ты красивая просто там супер так что вот работать с зеркалом работать с собой работать с положительными аффирмациями и утверждениями читать мантры молитвы делать медитации это там школа очарования я оргазмическая красивая цепь луиза так что человек вот если а еще не все загрузила фотографии а какие дела я там наверное загружу одно из видео или вы сами посмотрите на мою на моих каналов youtube от тебя салманом а потом ставим будем на русском на английском языке как я там ну выгляжу например на наличной площадке когда там тебя заснимала ли там около эллинга и даже в эллинге вот ну лет на 30 старше понимаете если не больше а как я видела и как вы понимаете вы смотрите мое видео я автор уникальной методики я не знаю может быть я его другом пока делу минуту я назвала тариана вот потому что я собираюсь это имя поменять статья на тариана я уже поменяла знаете было александрова татьяна юрьевна что вот я поменял это на татьяна салмановна мактум сальфудин поменяла две буквы имени потому что поменять все сразу и имя и отчество и фамилию в общем вообще хотела двойное имя взять потому что люди как по российским законам можно иметь двойное имя можно ли иметь двойное имя вместе с двойной фамилией точно сказать не могу а тем более мне нужно менять паспорт у меня там это надорвано вот это мне кстати я вам вчера разговариваю он из вас кстати между чему и так и сказал вы скажите что вам паспорт порвал полицейский пусть вам поменяют этот паспорт ну конечно поменяю я помню когда мне надо было поменять паспорт 2003 году 2003 году я меняла паспорт а я исправим меняла нет советский по моему или иностранный раз травы менял в страны а советские советский я не менял а советский меняла советский у меня так был я же говорит или яму меня сейчас я вспомню он пишет весь вон мне бал там же была вклеена там была фотография 16 лет потом 25 по-моему я в 2003 меняла паспорт надо очень посмотреть у меня что вот есть эта штучка чтобы не ошибиться раньше такой порядок был надо было взять справку в полицейском участке и поменять паспорт можно было даже сказать что потеряла паспорт нужно сделать новый хоть я немножко подзабыла я просто сначала подумал что болят у меня за истанут не нужно корни тащить зубов и потому что корни зубов болят а потом подумал что десна у меня однажды в сентябре это в октябре продуло такой ветер было без шапки пошла продула вы должны искал какая левая зубы стали болеть левая щека вот просто когда стали когда у меня стала и нижняя нижняя часть зубов болеть а подумал что это внизу болит это болит десна идешь как-то меня продуло меня особо последние годы как-то не не продувает в принципе ходе нет там такая простуда у меня сильная была на самом деле сентябре-октябре да это в октябре вы там посмотрите на мангландер я такая там такой простудой такой простудой на губе да дело было такое я очень сильно простыла продула меня а потом это простуда вышла наружу вот как было дело я лежала лечилась тут очень долго вообще на самом деле очень долго она проходила это простуда вот так что что нужно закаливать чтоб не болеть никаких простуды в общем и я считаю что знаете как порфирий иванов такие он там зимой вообще но это знаете я вот закаливать эти люди они постоянно понимаете люди которые наверное вот которые там зимой по снегу они на каждый день знаю все наверно каждый день а это полива Vegas стук 1 каренда посмотрите он там еще на реках одно году на себя там лил каждый закаливался это не так что знаете вот это вот один день там он не закаливается потом дома на короче говоря я думаю что те кто закаливает или поле ведь они занимаются каждую ну через день систематически они так что сегодня там облился там холодной�도 не нужно холодной водой обливаться нужно посмотреть это нужно как говорится нельзя вот этого знаете холодную воду я когда вот горячей воды не было я в холодный шоу помыться как такая вообще такая вот какой-то холодильник и даже помыться не могла холодную воду пока она была холодная в крайне летом я как оплоснулась вы посмотрите видео такое у меня загружена на мою страницу на моей карте с канала ютуба совершенно холоднейшая холоднейшая вода такой даже не помоешь ты можешь только так быть быстренько быстренько и все очень холодная так что вон я загрузилась ты видела или что сейчас посмотрю да все загружаю обратите внимание тринадцать часов одна минута загружаю моё видео видео загрузилась я все это видео отправлю василь вариантов если не вам звонил несколько раз так что вот от тепленького добавлю вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Стратить много денег Пнимаете Ну что-то отчасти купили И так было Весь магазин купила Но это только для вкладов В золотые писки Получать эти доходы Знаете как вот эти вот Как в Арабских Эмераках А прям вообще Весь магазин Возишь куда-нибудь В какой-нибудь супер шикарный дом Весь этот магазин Ах его так большое Но не думайте, что вам, знаете, это как-то поможет. Здесь, знаете, что главное? Вот это вот любовь, в сердце любовь, знаете, вот иметь. Судя по всему, чтобы вот этим всем вот как-то экзотически наслаждаться, понимаете, вот это вот, чтобы, знаете, вещи такие были любимыми, знаете, вот это вот, знаете, такую любовь нужно иметь. Эти вещи нужно ценить не потому, что они так вот стоят, одна картина стоит, понимаете, одна картина подлинник, например, а другая просто вот это нарисована. Это ну так точно такая же. Понимаете, если вы смотрите на одну картину, и она, вы знаете, что она тут супердорого стоит, а другая картина, она как бы дешево стоит, поскольку это всего лишь копия. Вот, и для вас есть разница. Очень хороший пример. То явно так картина к вам не очень хорошо относится. А эту вы любите, потому что она стоит огромных денег. Понимаете, это не любовь. Так что вот. 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 Я не знаю, там различные есть видео, знаете, по энергетике. То есть, если вам нравится вещь, потому что вот вы к ней вот испытываете такие вот такую вот любовь, это, знаете, такая взаимная, такая получается энергетика. Вот. Положительная. А если такая положительная энергетика со всеми вещами, с домом, и, понимаете, тогда такая уже такая атмосфера получается любви. Ну, это я так предполагаю, думаю, какое-то субъективное мнение издалека. Это сейчас, я как-то сейчас подумаю. И таки ботилам. Ну, что, про этот стул я хотела вам рассказать. Ну, и что, я в Америке смотрела на таком сайте, я не помню, как он назывался, сайт. Мы даже можем, я просто не помню название этого сайта. Где можно посмотреть, где люди отдают дешево былу, мебель, предметы быта. Смотрите там, например, Комнектикут, Хартфорд, Бест-Хартфорд. Ну, и ближайшие городки, чтобы далеко ехать не надо было. И там каждый день выкладывают, например, выкладывают фотографии, сколько это стоит. Вот, смотрите, стул, я посмотрела, стул, стоит дешево, он вообще дешево стоил. Я позвонила мужчине, мужчина говорит, да, продаю, я говорю, да, а где, он говорит, ну, и мы с ним договорились. Кстати, знаете, парковка, парковка там, мы с ним договорились встретиться, что он привезет этот стул на парковку. Там, где, в этом Вест-Хартфорде, это ближе к Хартфорду, такая, знаете, как называется, там еще какая-то бизнес-скул была. Бизнес-скул, я там хотела, в принципе, зато хотела пойти учиться, но по-ритански как-то очень возражал против этого. Вот, и там парковочка такая небольшая. Мужчина подвез вот этот стул на машине, я тоже подъехала на машине. Я думаю, боже мой, какая прелесть, какой стул. Так что вот. Он мне на парковке отдал этот стул, я ему деньги, и все. А, я с ним еще поговорила. Он сказал, что он работает в этих домах, что-то там ремонтом занимается, или что-то в том роде. Что, помню, что он такое мне говорил. И что людям, когда что-то такое не надо, он там это берет, в общем, как-то вот это. Ну, то есть люди там, вот ремонтами, что-то там, если что-то не надо, люди как-то там отдают, или как-то выкидывают. Вот. И он, как бы, это вот берет и продает, ну, не знаю, там дешево. Вот. Что-то в этом роде. У нас, помню, с ним какой-то такой же разговор был. Как он выглядел? Мужчина был в средних лет, за средних лет, я бы сказала, 50+. Я точно его не помню, если вы мне покажете фотографии, скажете, вот это кто. Вы вот, узнаете, я его не узнаю. Понимаете, я его не узнаю. Выглядел он, знаете, 50+. Он был крепкого телосложения, явно выше меня роста. Он был не маленький, не худенький, не совсем высокий. Он был где-то метр семьдесят пять, метр восемьдесят. Такой здоровый, я бы сказала, такого какого-то, здоровый такой мужчина. Был похож, в принципе, на какого-то такого, что он как бы, ну, не то, что работяга. Но он не был похож на интеллигентного профессора. У него был вид такой, что он и правда может заниматься ремонтом. Так что вот, ему не было ни 20, ни 30, ну, ни 40. В общем, мы поняли, да, он ближе был там к 50 или что-то, вот как-то вот это. Я особо не вглядывалась, зачем не вглядываться. Тем более, запоминать. Но то кресло, то кресло зеленое, Василий Валянович, вот это зеленое кресло, которое, знаете, такое вот, такое зеленое кресло, такое вот, качало, знаете, такое зеленое кресло, оно не совсем по старину было, с таким пуфиком. Я это точно помню. Это я купила это кресло в квартире. Я вообще никогда в квартирах в Америке особо вообще не была. Только у этой Лены, в общем, иногда Атлановой или как-то. И там, там была квартира, какая-то испанская семья, там была женщина и парень. Там был молодой парень, лет 25, вот это типа студент. Я у них зеленое кресло это купила. Вот, это точно я помню. Там это кресло низкое садишься, и что там неудобно, подголовник неудобный, ну, неудобно вообще, честно говоря, очень сидеть. Вы, конечно, качаете, но вот оно как-то вот так вот запрокидывает тебя как-то вот это. Кресло тоже было трансное. Ну, тоже не дешево. Думаю, ладно, я купила это кресло, так что вот. Ну, самое интересное, конечно, у кого я купила кресло такое бордовое, кожаное, под кодовым названием Трамп. Я тоже туда ездила, это я еще покупала это кресло. Там был такой дом американский, длинный. Бывают такие американские дома в два этажа, а бывают такие в ширину. Он по типу одноэтажный был. Возможно, там был второй этаж. По типу, вновь не большой второй этаж, но он, вид, был таким вот длинным, таким вот одноэтажным он казался. Но это нужно учить, что я как бы, у меня не было задачи вглядывать, а какой это дом, с какой тут этажей, он явно был, явно вот такой вот. Невысокий. Явно одноэтажный. Такой дом, и когда входишь, это, направо, сразу нападен уже налево, налево, и там вот такая комната, проходит, по-моему, через кухню надо было пройти, или через чего-то, или ни кухня, или какая-то комната, и туда, налево до конца. Налево до конца в комнату, и там было два кресла таких. Одно, одно более дешевое, ну, потрепанное, его пользуют, такое пользованное, а это было такое почти как новое. Так что вот. И там тоже был мужчина. Мужчина не молодой, по типу, может быть, такой пенсионер какой-то, вот такой. Ну, за 50 точно, около 60 ему было. Высокого роста худоватый, может быть, метр восемьдесят, восемьдесят пять. Худоватый телосложение. Так что вот, даже к бабке не ходил. А вот люстру, которую я покупала в Америке, которую у меня Рустем вешал в 2016 году сюда, вот в мою спальню, но она по-американски, ее нельзя было подключить, там, американские люстры, а не другие. Я хотела для красоты просто ее, для красоты она у меня там была. Такая, с такими штуками, такая, знаете, золотая, под золото. Вот эту люстру я тоже в Америке купила. Так там мне мужчина, молодой, спортивный, невысокого роста, он вынес ее на улицу. И дом там был, он стоял рядом с домом, высоким, этажа три, наверное. Так что вот. Такой шикарный дом был, этажа три, по-моему, даже двое мужчин было. Так он вынес мне эту люстру на улицу. Я ему деньги, он мне люстру. В доме я у него не была. Вот там такое было, как будто, вы знаете, в Америке бывают такие эти комьюнити, когда вот доезжает что-то комьюнити, ну, дорога разворачивается, и обратно ехать надо. Так вот там было такое чувство, что там вот это вот, где разворот, понимаете, где разворот, такая вот эта вот, вот эта вот, такая штука. Так что вот. Что еще? Вот эту вот, что подмойку я сделала. Это я покупала у женщины. У женщины достаточно шикарный такой дом. Вот это вот, эту штуку я купила у женщины, между прочим. Вот подмойку. Такой американский шикарный дом там был. Еще у меня был ковер такой, огромный-огромный ковер. Этот ковер я покупала, а то же у женщины, по-моему, у женщины была. Когда входишь в дом, сразу направо вам нужно завернуть, и прямо вот здесь такая огромная, такая, типа, сразу гостиная была, большая гостиная, и вот на полу справа лежал прямо этот ковер на полу. Вот. Они им пользовались, а она прямо справа на полу вот так вот огромная бежала. Она говорит, вот этот ковер, если хотите, вот, пожалуйста. Только она мне сказала, вам нужно будет самой. Самой его как-то в машину, потому что ковер тяжелый. А потом у нее еще какие-то были такие тумбочки, еще что-то она мне такое показывала. В принципе, у нее еще такие очень интересные были такие небольшие тумбочки. Но она мне сказала, что, вы знаете, если вы хотите купить, вы должны сами в машину эту погрузить. Ну, она видит, что я одна. Я же одна ездила. Вот. Единственное, что вот за тем буфетом, который у меня там стоит, на этом, в Маймэринге, на третьем этаже стоит, вот за тем буфетом мы вместе с Перри ездили, на двух машинах. Мы его сразу привезли. За этим буфетом я два раза ездила, вверх и вниз, потому что в машине я везла, в моей вот этот, в Додж. Вот. А тот буфет, который я уже отдала, в общем, низ я на своей машине привезла, а вверх очень любезно молодой мужчина на парковку мне тоже привез. На открытой машине, у него такой открытый трак, он прямо привез, у него, знаете, такая багажник, такой открытый вообще, открытый-открытый. Вот. Он согласился привезти мне этот верх ближе к моему дому, и знаете, где эта парковка была? Там, где в гольф играют. Это недалеко с Вайс-Харфордом. По правую руку, если ехать от Блонферда, а с его стороны по левую руку, откуда он приехал. Так что вот. И вот что самое интересное, когда мы в Супыре вот тот буфет покупали, там тоже была такая американская комьюнити, тоже круговая, знаете, комьюнити заканчивается, и разворот, там дальше некуда, там дома-дома, на разворот обратно едешь. Так что вот. Там нужно было, смотрите, вот это вот, доехал туда, на разворот уже обратно, и здесь вот сразу дом вот этого был мужчины, и на первом этаже, в андеграуде, у него стоял вот этот буфет. Когда я увидела этот буфет, я думаю, ну это вообще офигеть, такая красота, всего, по-моему, 120 долларов я ему заплатила. Так что вот. Вот такие вот дела. Ну, как он, как мужчина выглядел? Мужчина тот выглядел невысокого роста, крепкого телосложения, где-то метр семьдесят, наверное, достаточно молодой. Хотя я могу немножко ошибаться, это было очень давно, 2008 год. А самое интересное, в этом андеграунде у него мало что было. Так, знаете, когда ходишь в этот андеграунд, вот этот вот буфет прямо стоял, прямо стоял, как вот это вот, без сетево, ну, как вот это, то есть там внутри ничего не было, вот, и там очень мало что в этом андеграунде, то есть, в общем, там пространство было, там не было захламлено чем-то, вот это вот. Вот. А вот этот буфет, который здесь у меня сейчас стоит, на кухне, я покупала, два раза я ездила, потому что, знаете, верх и низ я покупала у семьи, и там была мужчина с женщиной, мужчина с женщиной, у них этот буфет стоял, на их такая кухня, столовая, и там были всякие приборы у них, у них это было вот это вот, вот, да, и чувствуется, что они к этому буфету очень хорошо относились, они еще как говорили, что это вот там, как-то протирать, там вот это, и, кстати, вот эта женщина мне потом по имейлу написала, вот, и спрашивала, пользуюсь ли я их буфетом, он мне долгие годы стоял, очень на Волховском, но в открытом, в открытом виде, я им пользовалась, в принципе, я там его открыла, на Волховском, в той квартире я пользовалась, вот, и купила, я говорю, что там вот, это, кстати, единственный раз, когда была мужчина с женщиной, они были вдвоем, они такие были за средний возраст, они были не молодые, за средний возраст, ну, хотя, знаете, может было, знаете, ну, точно сказать не могу, но кем они были не молодые, им было за 50, за 50, они были среднего роста, среднего телосложения, вот, у меня, зрительная память, очень хорошая, но если бы вы мне вот всех вот этих людей показали, показали, и сказали бы, вот бы у них купили вот этот буфет, и показали бы мне различные пары вот этих людей, я бы, честно говоря, точно вам бы не могла сказать, я их вот так вот не помню, ничего такого особенного я в них не заметила, а потом у меня такой цели не было, их как-то вот это, помечать, замечать, если я купила эллинг, вот, знаете, как там у нее, как ее, я уже забыла ее и фамилию, у жены, у Андрея Путниныша, нет, знаете, вот я снимала квартиру у Гульджаны Евгеньевны, вот Гульджаны Евгеньевны я вам узнаю, вы мне спросите, вот это она, но я надеюсь, ну, в принципе, если как она, как она выглядела, я нескоро ее видела, если вы мне покажете Гульджану Евгеньевну и спросите, и там ли это нескольких людей, в том числе и ее, скажите, вот это, я ее лихо-летно узнаю, так что вот, ах, 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 а что еще интересного? но это меня будет на определенные мысли, вы смотрите, из всех, из всех, у кого я купила эти предметы обстановки, мебель, смотрите, я их никого не запомнила, а это о чем-то говорит, а у меня память такая вообще, зрительная, просто алмаз, это наборит, честно говоря, меня на определенные мысли, и тот же стул, на котором я сижу, это я купила у этой молодой женщины, два таких стула, мы с Перри вместе ездили, я тоже ее не узнаю, если вы мне вот скажете, покажете, нескольких женщин, может потому, что я их всего по одному разу видела, странно, правда, хотя я вот в Маршаллс ездила много раз, этот, Нью Хевен, или как, нет, не Нью Хевен, там рядом с этим, например, с этим спортивным клубом, очень хорошие Маршаллс, там недалеко, а там, где Эрик с Леной жили, вот, очень хорошие Маршаллс, я тогда Лена говорила, если ты хочешь спортивные какие-то вещи, ты там в Маршаллс заездить, Джей Макс, там всякие спортивные костюмчики, вот, там вот женщина работала, я в этот Маршаллс столько раз ездила, я не знаю, там 50 больше, в общем, она, кстати, у меня одна запомнилась очень сильно, так что вот. Ну что, я, в принципе, покушала, в общем, я, знаете, у меня открыты сейчас, у меня все окна вообще, все окна на распашку, хочу немножко, в общем, у меня и так вообще, все окна открыты, балконная дверь, я не закрывала, у меня как бы так вот открыто, занавесочками занавешено, конечно, но открыто, проветривается, как бы, вот, а сейчас я даже и занавесочки вот так вот, это вот, чтобы вообще вот это вот, знаете, вот это вот, проветрилась квартира, и вообще, ну, я смотрю, там, 20, где-то 19-20 градусов в Санкт-Петербурге, шелка, конечно, что дождика нет, хотя бы еще проливной, какой-то дождик, вот, а то я посмотрела, что в Москве, очень как-то интересно, все дожди прошли стороной в Москве, я сегодня взяла какое-то видео, даже смотреть не стала, уже не поняла, наверное, все осадки туда на Москву ушли, вот, так что вот, я видела такие кадры в Москве, там стоит мужчина, у него около машины, у него машина, прям по, по самый верху, в воде, он понимаете, я не знаю, там, покуда он там в воде, стоит, очень проветриваю, хочу, знаете, проветрить, чтобы остыл бетон, чтобы, знаете, такая была, в общем, мне очень жарко было, мне очень жарко, чтобы было в квартире, очень хочется, такой, прохладный, чтобы комфортно, как раз, как раз, в принципе, вот такая вот, вот такая, с ветерком, 20 градусов, очень хорошая, не хочется, знаете, чтобы это как-то холодно, и чтобы слышать, супер жарко, знаете, как комфортно, комфортно, такая вот эта вот, для, в общем, темперча, темперча, проветриваем, все у меня открыто, проветриваем, ну, что, я покушала, хотел еще блинчики, еще блинчики хотела пожарить, ну, блинчики, наверное, потом, еще там я по люстрам, еще, кем с каким женщинам ездила, там, где люстры, бра люстры, что там еще, ну, коробки, коробки, я там бесплатно брала, коробки, там еще, я вам говорю, что я там еще попользовалась, какими там, с ними, с кого я там еще ездила, в Америке, что там я такое, покупала, или брала бесплатно, коробки там бесплатно отдавали, те люди, которые переехали, им коробки не нужны, они давали объявление, что отдают бесплатно коробки, вот, что можно приехать и забавить коробки бесплатно, ну, там, для переезда, но был не новый, вот, вот, а, самое главное, это зеркало, зеркало там у меня стоит, такими скульптурами, это огромнейшее зеркало, это зеркало я купила у женщины, у испанки, я уже вам рассказывала, это была квартира, такая испанская женщина, ну, да, как ходишь налево, сразу там зеркало это висело, такой огромный коридор, меня еще удивили, знаете, вот эти коридоры американских квартир, знаете, как общежитие какое-то, вот это вот, ведешь, такой вот, какой-то вообще такие, невзрачные такие коридоры, огромнейший коридор там был, и так дверь, дверь, понимаете, вот это вот, это был у вас, этот, Хартфорд, кстати, я, вот, знаете, как-то большой город, ну, как такой, достаточно, близко с Хартфорд, в общем, Хартфорд, город Хартфорд, в принципе, в котором особо делать вообще нечего, там один музей есть, в общем, там даже, я даже не знаю, один раз, по-моему, там в Спыле туда в ресторан ездили, ну, то есть, я даже не знаю, что там такое, то есть, такой вот город, мы туда особо вообще, то есть, ну, знаете, как говорится, таки город, там, вот это вот, я даже и не поняла, то есть, там, совершенно вообще, вот это вот, я думаю, что, если бы там было что-то интересное, бы это мне сказал, что там что-то такое, это интересное, по-моему один раз бы там на дискотеку, в Харфорте по-моему на дискотеку там на ночной какую-то там ездили, там вообще ничего особенного, это комьюнити колледж в этом Харфорте, наверное там люди бизнесом какими занимаются, там какие-то деловые центры бизнесом занимаются. Так что вот, вот такие вот дела. Ну что, сейчас посмотрим, изучим. Это моя страница, как вы понимаете ВКонтакте. 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 Ну если у Гугл, если набрать Гугл, Гугл набрать. Чем-нибудь здесь украсим. Чем-нибудь такой поставим, украсим, чтобы в общем-то покрасивая. Сумочка. Сейчас я вам покажу, что вам показать. Сейчас попробую найти. Я точно не помню, как это называлось. Точно не помню, но я попробую сейчас найти. Полотенца у меня уже выстирались. Здесь книжечка. Вообще, я поду книжку. Нужно, конечно, к этим любовным прикосновениям и так далее. Но раз я уже начала такую тему интересную, потому что Феничу можно купить, понимаете, Феничу купить, попоталить будет. Это, знаете, такое очень интересное хобби. В принципе, красивый дом сделать. Сейчас мы с вами поговорим на эту тему. Почему я рассказываю? Понимаете, купить такую, не новую, а энергетику очистить, очистить солью, понимаете, протереть это всю солью, очистить энергетику этой мебели. Вот. Попоталить, знаете, золотым сделать. В общем, как-нибудь вот это. Вы поняли, да? И сделать красивую или себе дачу, или фазенду. Сделать красивую вот этой мебелью. Или дома сделать под старину. Понимаете? Это может быть хобби, это может быть увлечением. Это может быть страстью. Значит так, переводчик. Переводчик. Так. С английского, так. Переводчик. С русского. С русского на английский. Ну, смотрите. Купить. Буфет. Неновый. Коннектикут. Буфет, но тюню. Коннектикут. Посмотрим, что интернет выдаст мне. Хотя Яндекс, надо Гугл. Надо, конечно, Гугл. Ну, посмотрим, что Яндекс мне выдаст на эту тему. Купить. В общем, мы тут смотрим. Смотрите. Смотрите. Выдал мне Варона Баффета. Как интересно. Компания Варона Баффета тайно купила акции. Я неправильно, что как-то набрала. Все хорошо. Сейчас еще раз. Я нам неправильно. Он не понял, наверное, с меня. С русского на английский. Ну, хорошо. Не будем, а я так купить зеркало. Хорошо. Хорошо. Купить стул. Купить стул не новый коннектикут. 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 Ну, хорошо. Вот он. Штат. 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 Штат Коннектикут. США. Сейчас. Байка. Штат. 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 Посмотрим. Штат. Штат. или как-то по-другому это искать наверно давайте гугли посмотрим есть у меня здесь гугл здесь где-то был у меня гугл а гугл у меня здесь он не сразу должен высвечивать мне гугл должен высвечивать я гугл с вечерами и он 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 Ну хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Ножника здесь какие-то новые или что-то такое. Что первое насвечивает. Просто коннектику, мне ближе там, понимаете, вот коннектику, Хартфорд, посмотрели бы это. Ностальджи, посмотрели бы там Дамачо, вот это вот такое ностальджи, в принципе. Там же несколько сайтов было. Я на каком-то один такой хороший такой сайт был. Так, хорошо. Давайте за гугл, давайте поисковую систему гугл, может гугл нас поймет. Яндекс просто не очень, наверное, понимает, но у него, наверное, где чья в коннектику не ищет. Чего тут где искать? Это гугл, наверное, знает. Спросите гугл, гугл знает. Кто? Кто? ベ pessoa? Потом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...